ЗАГЛЯДАМ АСНОВНЫХ ПАДЕЙЖИТЬЯ В ОБЛАСТІ ПРАГРАММА НАВИН РЕГИЮНО У СТУДЫЕ КРИСТИНА КАРАНКЕВИЧ ВИТАЮ ВАС ГЛЯДІТЕ У ГЭТЫМ ВЫПУСКОМ Наперед доведав, першые звонки прагучали ва усіх установах адукации. Замкненный цикл вытворчасти допомагая повысить рентабельность. Добрый приклад – Могилевская птушка-фабрика. Учекание галунного свята працовников везки. У Кличеве подрыхтовка до областных дожинок полной ходой. Школьный звонок прозвенел для 110 с половой тысяч школьников Могилевщины. У целым, па в області, в гэтым годе, колькасть навученцев на узроне агульной середней адукации взросла на полторы тысячи человек. А 11 тысяч 600 маленьких же хоров Могилевской в области селета сели за парты у першыню. Однако самая значная падея у сферы адукации в области на початку нового навучального года – открытие у крычеве новой школы на 1020 мест. Новая школа – самая великая у района. И селета тут прагучал перший школьный звонок. В аурочистом мероприемстве у дел брало не только керауниство региона. Сюда вложена душа, не только финансы, но и строители сделали, конечно, этот мастер-класс. За самый короткий промежуток времени мы возвели вот такой новый современный строительный объект под названием «Средняя школа». Бучнему ручили символичный ключ от новой школы – сертификаты и компьютерную технику. Тут собраны усе самые сучасные досягненья – от электронного дённика до электронной картки, пропуска у школу, праездного билета и банковской картки у адны. Мы не могли остаться в стороне от предложения, которое нам поступило от Кречевского райисполкома. Мы с удовольствием решили внедрить карту учащегося непосредственно в Кречевской школе. Я хочу сказать, что Кречев – это третий город в нашей республике, где данный уникальный проект будет реализован. А ещё тренажёрная зала, бассейн и открытая спортивная пляцовка зразумела, что каждому першокласснику уручены подарунок – книга от президента Беларуси. Урочистая линейка – первый звонок и первый урок у каждой школы, гимназии и лицеи. Але у каждой научальной установки этот день пройшёл по-своему. У одных с новыми традициями, у других с уделом высоких гостей. С подробностями наши корреспонденты. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад. У гэтым научальным годзе подавнянская середняя школа, что у Трыбинском районе, примает 117 наученцев. Для 18 из их школьный звонок учить у першыню. Как ты думаешь, чему тебя научишь в школе? Читать, писать. Вспомнили свой первый класс «Собирай, сына». Да, да, да. Вспомнила. В принципе, узнать практически такой же. Тоже собирались, одевались, банты крутили. Всё практически так же. Цветы покупали, одевались красиво. Что планируете после школы? Поступать в высшее учебное заведение. На кого? Пойду на факультет экономический, на банковское дело. Да, хочу в Минск поступать. То есть упор на математику? Математику, английский язык и русский язык. Сегодня ночь не спали, переживали. Но мы будем всё сначала опять проходить. Но врачистую линейку у подавнянскую середнюю школу завитал наместник премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русы. Я вот просил даже, если премьер, ну не дайте самую маленькую школу. У нас обычно, как правило, такие школы крупные. И все привыкли. Вот туда все едут. А они ничем не отличаются. Ваша школа от городской, от районного центра. У своим провитальным слове Михаил Русы отзначил добрый узровень подрыхтовки сельских школьников, что подсвержено выниками централизованного тестирования. С праздником, удачи, удачи вам и побольше десяток. После урочистой линейки віце-премьер разом с першоклассниками отправился на урок. Ученикам желаю прежде всего крепкого здоровья и хороших отметок. И чтобы по окончанию школы все мечты их сбылись. А учителям желаю хороших учеников. У 21-й Могилёвской школе на линейце собрались аты, а кто пришел первый раз у перший класс и будущие выпускники. У кожного из них своя мара, свои планы. Новая задача, новая цель, она готовится к поступлению. Надо очень стараться, трудиться. За 11 год навучания тут и они знайшли новых сябров, научились думать и разважать. Чтобы все, ребят, получилось и все цели своих достигли. Особливая хата свято и для першоклассник. Яны знаёмцы со школы и новыми сябрами. А ты хочешь школу? Да. А что ты будешь там делать? Заниматься математикой, учить английский. А кем стать хочешь? Модельером. А читать умеешь? Почти, по слогам. А буквы знаешь? И цифры знаешь? Будешь отличницей? А считать умеем? Да. Ну-ка, почитаем ей до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Яны открыты усяму новому. Имкнуться набывать веды, старанно учиться. Здача педагога у гэта имкнение подтримать. Я очень люблю ребят. Надеюсь, что мы станем дружным коллективом, единой большой семьёй. Каждый ребёнок будет целеустреблённым, отличным и успешным в учёбе. Батьки першеклашек побыч с малыми хвалюются так, не бы то сами у першеклассы дуть. Готовы прописи по вечерам писать? Обязательно. Считать, читать. Всё готово. Спали хорошо сегодня? Нет, не спала. О чём думали? Как пойдём, как будем учиться, как друзей найдём. Всё-таки новые дети все почти. Новая традиция 21-й школы. Будущие выпускники передали малым памятный знак школы. И он так и ж твёрдый, как гранит науки. Для школьников учить первый звонок. А потом у неба полетели поветранные шары. И почауся первый урок. Больше за три тысячи дятей и батьков наведали святое, просвеченное Дню Веду, якое прошло на березе Раки Дубровенко у Могилёве. Святочный концерт, выставок веток, а вось тут знайомились с деятельностью установки додатковой эдукации. И на место пропоновывали навод записаться у секции, гуртки и факультативы. Чтобы наши дети занимались не только учебной деятельностью, но и организовать им досуговую и полезную занятость. Аншлаг по традиции вокруг Пляцова, где детям у Чарговый раз нагадали законы, поводен о надзвычайных ситуациях. Заниматься ремонтом газовыми приборами должна аварийная газовая сниска. Вот так вот кажется, как будто не страшно, не высоко, а уже когда там, и смотришь на эту толку, кажется, что ты очень далеко. Организаторы поклопотились, а Коптикава было маленьким гостям свято, их батькам и наставникам. Для родителей, конечно, интересно. Они знают, сколько всего, каких направлений по городу существует, куда можно отдать детей и попробовать записаться в любой кружок абсолютно бесплатный. Праздник очень веселый, очень хорошо детям, когда 1 сентября, кажется, ассоциируется с тем, что начинается учеба и все плохо. Но если будет начинаться каждый 1 сентября вот так, то, я думаю, дети будут ходить в школу с большим удовольствием. Очень весело, детям очень нравится, все, мне кажется, очень все довольны. Праздник хороший для детей. Лично мне по-моему, очень все понравилось МЧС. Ну, просто я после 1-го класса собираюсь пойти в МЧС, поэтому как-то вот. Свято-празвеченное Дню Ведов прошли не только у Могилеви, а и во всех кутках в области. 1-го вересня свои дверы отчинили маль 350 школ, гимназии и ліцею. Треба отзначить, что у средних навучальных установ стало на десяток менее, в сравнении с минулым годом. В уголе за опущение 6 годов зачинилися 89 установ адукации и реорганизованы 80. Звязано это у тем, лику и с тем, что колька сельских школьников за опущение 5 годов скоротилась на 20%. На проблеме закрытия и реорганизации школы приватности спынился начальник управления адукации Могилевского облаконкама Владимир Рыжков, який с нагоды нового научального года дал интервью телерадио компании Могилев. Он видит оптимизацию установ адукации как частку глобальных процессов, которые отбываются в громадстве. Сами условия труда сегодня совершенствуются и внедряются новые технологии, открывается новое предприятие. Даже само сельское хозяйство сегодня не требует такого количества подготовленных кадров, которое необходимо было ранее. Поэтому это естественный процесс перераспределения трудовых ресурсов, где люди получают более высокий уровень образования. В деревнях людей меньше, поэтому там закрываются школы, там где-то не рентабельно. Школы закрываются в деревнях, но растет численность населения в городах. И потребность в расширении образовательной базы в городах, это дошкольное образование, общее среднее образование. То есть строительство детских садов и средних школ, оно актуально для городской местности. Действительно в сельской местности ряд учреждений закрылись. Глядите интервью Владимира Рыжкова про новины у сферы эдукации региона у информации на аналитичной программе «Дынями». Звернуться до старшини Могилевского Аблова-Конкама Владимира Доманевского подчас традиционной промой телефонной линии можно будя у гэтую субботу 2-го вересня. Телефоновать до керовников в области можно с 9 до 12.1. Нумер телефона у Аблова-Конкама – 501869. Замкненный цикл вытворчасти допоможет повысить рентабельность. На Могилевской птушке фабрицы «Ялец» идуть миновиты у гэтым накерунку. Зараз предприемство укладает свои сродки у перообстолевания, каля 500 тысяч рублю накеровали на закуп новых линий. Ранее бюджетная суда допомогла увести два новых помешканья для вырошчывания свинок. По словах керовництва, свиногадовля допомагала предприемству трыматься на рынку, а леохутка стала видовошна, что кабруха цадалей. И тут необходный замкненный цикл вытворчасти – узнавление погалуя свиней. Изначально птицефабрика. Да, это изначально птицефабрика. Свинья, скажите. Ну, свинья, потому что, когда нас, можно так сказать, передавали комбинату хлебопродуктов, это 2005 год, птицефабрика была очень должна комбинату хлебопродуктов Могилевскому, поэтому ее за долги отдали, передали все основные средства. И все. Потом была выделена птицефабрика и лец. И в результате того, чтобы все помещения не пустовали, было принято, чтобы ее переоборудовать и дать людям рабочие места, чтобы была работа людям, чтобы предприятие жило. А на тот момент у нас на предприятии было 150 работающих, и было только функционировало два птичника, курни, сушек. На данный момент это и 7 помещений бролеров, два тех же курни, сушек, ну и 9600 тысяч поголовья свиней. И тех же 150 работающих. Поэтому сразу можно говорить, что предприятие стало работать совсем с другой отдачей. Менш за месяц засталось и до головного свята працевников везки. У Кличеве, який селит и прыма, и областные дожинки 2017, полной ходу идут ремонтные работы и добрые упорадкования. Про рабочий настрой райцентра и чекание его же хоров. Олеся Рыбалка. Без перебольшего дня Клича у сённях – это одна великая будовля. Ремонтники спешаются поспеть до свята дожинок. Городжане – учакание нового, одноуленного Кличева. Кругом, кругом такой стройки я что не видел. Такой большой, грандиозной стройки. Скажите, а каким вы хотите увидеть город к празднику? Каким красивым, чистым, нарядным. Мы готовимся к дожинкам. Видно, хорошо готовитесь к такой вот иностранной. Конечно, конечно, такого ещё не было у нас только вот в этом году. Поэтому думаю, что красивый у нас будет город. Ну, по центру всё покрасили. И там уже смотрят, дороги у нас как бы построили. И дорожки вот у нас, дорожек, допустим, не было, сейчас их облагородили. Город, видите, обустраивается. Смотрите, дома красивые. Крыши поменяли, ну вот дороги нам сделали. Молодцы. 13 шматкватерных жилых домов ремонтуются капитально. Добро парадкують в улицы Красноармейскую, Ленинскую, Кривоносова, Пролетарскую и Советскую. Поступово з'являются новые дороги, новый тротуар. Наиболее крупные объекты, вы видите, здесь вот дом культуры, который практически перестраивается заново. Это сметная стоимость около 12 миллиардов рублей в старых деньгах или 120 тысяч в новых. Также школы искусств. Нарешті у гэты новучального тачыні свои дверы школам астатства. Не пазнаць фасад мясового коледжа, яго інтернат, школу номер два, центр дитячай творчасті. И гэты ящы не усе аб'єкты. За унушальных объемов працы сучасным кличу допомагаюць рабіць будовніки суседніх районов. Чаусау, Черыкова, Мстиславля, Быхава, Бабруйску. А пошнім, да прикладу, выпла добра упарадкаваць головную площу города. Яны меняюць плитку, амаль 8 тысяч квадратов. Настрой боевой, думаю, успеем. Самое главное, чтобы народу понравился город. А вы будете стараться? А мы будем стараться. Папередня дата проведення обласних дожинок – 23 вересня. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новинир Гіюна. Ящыя більш цікавых новин на нашім сайте. ТВРМОГИЛЁВ КРОПКА БАЙ, а я з вами развитваюся. До сустрічі в ефіру. ТВРМОГИЛЁВ КРОПКА БАЙ, АРМИ, 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 АРМИ! Субтитры создавал DimaTorzok